вам только вертикальное видео сегодня потому что такая вертикальная жизнь у нас настала потому что горизонтально ну ничего не получается держу телефон горизонтально а он не дает только вертикальная возможность и будем будем жить так сегодня так идет звук все в порядке здрасте так подвинусь у меня здесь новая картина к вам пришла извиняюсь за неудобства так ну что есть у нас люди сейчас так экран я тоже вам не могу теперь показать ну и хорошо значит побольше поговорим чем посмотрим ничего страшного надеюсь следующий раз мы освоим вот эту вертикальность горизонтальность странные вещи творятся если идет звук и вопросы у нас какие то есть мне помогает юля пожалуйста пока ну давай а потом я картине расскажу если спрашивает иван если заранее покрасить холст краской перед началом работы надо использовать ретушный лак или сразу масляной краской писать ретушный лак насколько я успел осведомиться ну какой-то опыт есть я практически не использую он очень сильно пахнет очень прям резво сильно это нужно выбегать всем из дома либо нести эту картину в какую-то отдельную на улицу и не знаю но очень токсичный так вот он используется для того чтобы старую живопись которые там из на много лет но по крайней мере больше там полугода протереть перед тем как писать заново то есть он имеет свойство новый слой будет сцепляться с предыдущим и растреска вини не будет применяют обычный лак пихтовые в таких случаях применяют чеснок головку чеснока берете ее хватит в общем то на такую картину хватит просто ее все обмусолить вы наверняка знаете когда режете чеснок он липкий это естественный продукт вот как какие-то клеящие у него свойства возникают и нормальный такой природный природный продукт который позволяет сцеплять один слой с другим правильно я понял вопрос там что-то может еще что-то есть не все правильно то есть используется ли ретушный лак или сразу масляной краской ну да но это если больше полугода если картина постояла вот месяц я ничего не покрывал естественно никаким чесноком никаким лаком я просто взял сегодня и работа который писал там больше месяца назад я приехал посмотрел на нее и вижу что она не горит не недостаточно работает вот ее свет и тень поэтому я резко изменил еще не выкладывал никак никто ее не видел резко изменил световую часть и вы сейчас попробую суда ее подвинуть он вижу так и вы ее может я скоро выложу ее и она теперь по свету контрастирует с холодными бликами на море и холод и тепло заставили сочетание холода и тепла заставили более органично на мой взгляд работать то есть такой прием работать ну вот свет и тень да все все тело такой в полу тени и по свету заходящий луч солнца светивший там кусок горы и часть тела но вот такая история так если есть вопросы на вот неля гурева добавил что надо только сразу после чеснока писать но это естественно конечно пока он но он какой-то липкость еще сохраняет какой пока он не засохнет ну да все правильно да еще если есть вопросы михаил спрашивает вашем видео о походе на гору сан виктуару вы сказали что открывшиеся дали вид с горы плохой сюжет для написания почему и какие еще есть проблемные мотивы ну это самое проблемное но представляете вот вы стоите на горе и перед тобой вся равнина да и ничего больше вот если вы вспомните естественно каждый из нас по 18 раз уже смотрел этот фильм там где некий реалит и потом его погрузили в самолет вот этого как его мягкого с легким паром вы смотри и помните как приезжает значит к нему домой барбара брызг и не помню как это зовут пароли вот и как как снимают этот сюжет наверняка вы может быть не обратили внимание но впереди на период там ну фактически два плана первый и главный второй где вот где они там раз она заходит снимать шапку и камера снимает из-за мишуры которая блестит новый год то есть перед камерой кто-то там мишуру вот так вот крутил поскольку я еще оператор профессионально учился в останкин то мы делали все все эти приемы много людей там отражение от воды и все это делалось очень интересно вот так вот это мишура создает эффект такой объема она не фокусе а барбара брыльская и лукашин очень даже в фокусе так вот художнику при составлении композиции всегда нужен какой-то передний план он может быть кстати быть фокусе через который вход в картину через который ты перепрыгиваешь он не очень значительный открывается второй план он центр композиции но обычно и третий план еще дали горы небо и все такое плюс три плана так вот когда ты стоишь на сан викторий нету трех планов просто уровня равнина и все ничего нет только вот переписывать какие-то там я не знаю но дорожки виноградники все но это один тон все там ничего нет интересно нужен нужно хоть куда-то отойти чтобы я не знаю через кипарис это решает но передний план через какой-то дом через человека в конце концов который стоит и смотрит тогда это можно сделать ну вот я думаю ответил и какие еще такие проблемные вещи ну-ка одноплановость жуткая вещь не интересная как бы ни было там красиво но вот один план все этого прям смерти ну для меня может кто-то любит писать и потом мы же мы же пошли в другое место называется земля по моему художников если лена ушакова ты здесь поправь меня правильно ли я называю земля художник по моему это эксен прованс совсем рядом с мастерской сезанна и это тоже на горе ну там есть за что зацепиться там кстати много но таких гранитных таких ну не знаю каких-то плит но не гранитных на которых есть изображение порядка десяти работ сезанна вот с этой точки разных там есть за что зацепиться там кипарисы какие-то растения домики и потом гора то есть вот эта плановость нам нужно всегда ну по крайней мере мне может быть кто-то любит писать просто ну конечно же можно написать я думаю и одноплановость когда есть до работы такие существуют но это такой пересчет пересчет каких-то там ну не знаю мне это не интересно потому что просто одним тоном все залито и на нюансах можно конечно это построить но когда есть плановость тогда ну прям жить хочется ну я уже много раз приводил этот пример наверное многое слишком объясняю на этот счет есть там еще вопрос есть есть давайте перейдем к следующему то этот пример уже с театром я очень много раз приводили нас слава какие типичные ошибки допускают на мастер-классах что больше всего бросается в глаза профессионалу типичные ошибки но главное это тон прежде чем чем мы научимся видеть тональные связи проходит время потом бывает так часто что человек видит тональные связи и начинает может быть излишне рано уверившись своих силах начинает их сужать диапазон до очень узкого например все картины там темно или все картины светлые но в узком диапазоне все расклады и не раскладывается потому что очень тонкие связи но не получается все это сравнить в полном диапазоне сложно сравнить а в узком но тем более это высший пилотаж ну что ж ну хочется пожалуйста и вторая ошибка но это не ошибка композиция если у тебя все построено и тональные связи выложены но картина не работает ты вот ну вот не зажигает она тебя ищи в композиции ошибку про я не случайно все время прошу берите с собой блокнотик вот же есть у меня все время с собой вожу и прежде чем писать но я делаю композицию вот кстати эта композиция той работы которую вот я писал на мастер-классе сейчас в москве я посидел дома и порисовал это не единственный этюд ну такой вот набросок то есть я продумал как что будет где и как как это все связано но по пятну где где расставлена да так что делайте такие наброски рисунки в карандаше потом в цвете потом уже не случайно давайте еще раз расскажу художники из америки он уже пожилой дан мако ну просто яркий пример я был я проводил класс в шестнадцатом годе в калифорнии и моя подруга оксана джонсон по которая организовывала там класс она показала мне альбом дан мако очень интересно кстати он продается и я его видел если кому-то прям очень интересно вы напишите либо я разыщу либо вы подскажите как он там называется чем он интересен да и я даже нашел его недавно в интернете и какие-то и был ролик в котором я очень много приводил его ну картинок которые в этом альбоме из этого альбома как он ведет работу вот просто расскажу значит первое что он делает вот карандашный эскиз потом а я бы сейчас бы нашел но и кран короче вертикально у нас сегодня формат карандашный эскиз не один несколько он выбирает он конструирует композицию у него такие большие объемные полотна они очень таки пустотные но такие на стыке абстрактного и реалистического очень на стыке так вот карандашного сделал выбрал потом делает черно-белый по пятнам по пятну черно-белый расставляет смотрит какой наиболее выразительный вариант он его выбирает тут маленький потом делает в цвете их несколько все это несколько потом делает цветовое цветовое решение почему я собственно на классе он не на классе курсы которые я сейчас значит вам предлагаю один фактически курс по живописи сейчас уже начал готовить 2 почему его вас там там 5 уроков и вот там метод работы вот такой же когда вы с одним мотивом работаете и посмотрите отзывы как это понравилось потому что реальная работа но открывает новые возможности такое мастерство прям близко близко так вот цветовые решение маленькие несколько как только он их нашел но одно выбирает и делает формат то есть это серьезный подход очень предлагаю вам им пользоваться давай еще да лена терзян спрашивает слава расскажет что вы думаете о культуре маска я бы предложил забыть это вообще эту культуру потому что если вот то что я перечислил хромает то есть тон композиция рисунок перспектива то какой к черту культура вообще какого-то одного маска ну что из того что вы его сделаете важно же не провести ложку мимо рта фешин на этот счет я не знаю всех своих учеников настраивал они все конечно хотели писать как он да плевать да вы сначала научитесь то он видеть научить все это гармонично компоновать придет этот культурный мазок культур мультур я предлагаю забыть на какое-то время вы сами почувствуете когда он вам понадобится пока что ну как бы это сказать но не может человек сразу зайти в тренажерный зал и поднять 200 килограмм штангу ему нужно тренироваться 10 лет и потом он скажет а нафига мне эти 200 килограмм я могу на на маленьких весах как я извинили но это правда у тебя все в порядке но давайте вот эти частые вопросы культурный маска но хорошо давайте так кисточка синтетическая жесткая для жестких мазков вот здесь кстати не использовал давай культуру мультуры я покажу сейчас вроде видно кисточка много краски белил много в били вот по светам значит в тенях такой спокойно решение но тут конечно есть безобразие в смысле каких-то таких вот вот быстрой живописи да и начинается самое интересное время которое два раза переписан культура мазка значит нужно так написать чтобы это было мне интересно чтобы это было фактурно чтобы все равно проглядывала какая-то вот там жизни из из прежнего из прежнего вот это вот залитого тона да и несмотря на то что здесь лицо вот я его завтра выложу а уже сегодня выложил в соцсетях фейсбуке вконтакте и в telegram кстати да и вы посмотрите там лицо крупно это большой кистью вот как получится ты ты по форме легко касаясь легко краски много но ты легко касаешься вот заполняешь так чтобы это композиционно каждое пятно к другому было максимально неодинаково динамично интересно и и тут получается живопись целая жизнь потому что там есть ну средний тон и он где-то остается и ты по форме проходишь это довольно-таки жестко но мягко касаясь то есть жесткий свет сделать так чтобы он был не не буквально вылезан прямо не знаю вот прям ты смотришь в натуру вот как есть блик прям ты его прям точно 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 вырезаешь еще пальцем против нет жестко даже вот когда я занимался это самое нового операторского искусства учился там и там такие старейшины научили мощному правилу которые есть вот использую до сих пор вот смотрите этот цвет заполняющий мягкий то есть через какой-то там простыню условно говоря или какой-то там ну я не знаю как это матовая такая вот какая синтетическая ткань да а контровой жесткий там нет никаких матовых подстилок и тогда мягкие и жесткие с той стороны они дают вот этот эффект и я принимать применяю это в живопись попробуйте это очень хороший прием фотографы два источника свет достаточно достаточно чтобы осветить осветить модель ну или натюрморт мягкий заполняющий и жесткий контровой все вот этот вот это правило но она мне въелась еще вот тогда когда я ну снимал там фильмы до речка да фанто чем один не спрашивает привет новый холст на подрамнике помялся образовались вмятины но дырок нет можно ли восстановить его и не пропустит ли краска на тыльную сторону холста во время работы но дырок же нет тут я думаю что ну во-первых к реставраторам обратиться но вот я сейчас получил холст на вал бересе и там такая вмятина серьезная все равно купил и что берете пульверизатор с обратной стороны ли он ли он жесткий холст побрызгал его и через пять минут все выровнялся но джинсы например садятся же когда когда после стирки так и здесь он стягивается такое предложение если это не поможет нужно перетягивать илья седов спрашивает всегда хотел спросить как вы управляете тоном правильно найденного цвета так что он не теряет жизни не становится монохромного цвет в нем должен быть то есть вы решаете вот вся история вот например на все в царе по среднему тону отработано тут есть жизнь но это жизнь ты сравниваешь чтобы так сейчас я посмотрю чтобы любое пятно большое пятно не спорила там я не знаю с водой ну с одним планом вот по среднему вот смотрите рука она же не спорит в тоне вот с этим то есть она чуть темнее чем и да есть там светлое место но общая тональность общее она держится в каком-то диапазоне вот растяжка есть вот например в среднем тоне светлое и там темное да это узкий диапазон но вот просто держишь этот узкий диапазон и природа если мы пишем пейзаж она всегда нам дает эту возможность просто нужно разделить на части мотив не знаю конечно надо показать какой-нибудь пейзаж разделить на части мотив ну хорошо вы вам виден вот тот с вертикальностью небо и это самое брюк как она называется ну дорога вот это да в тоне дом в тени на свету все там что еще море тень от там предметов там зонтиков все это тональные отношения они разные по тону вот этот момент важно просто следите за большими массами я все время талдычу живопись видение большими кусками не маленькими конечно начнешь в этом маленьком куске видеть там и дыды дыды там потемнее посвятить забывая его сравнить совсем вместе то есть мы все время сравним большие куски вот это единственное правило другого нет ксюша пономарева спрашивает очень близки к черному цвет и насыщенный темный фиолетовый имеет место быть в карт имеет место быть в картине не зачли экзамен на экзамене работу из-за этого то есть черный и насыщенный темный фиолетовый имеет ли место быть матч уж не имеет не зачли а почему не зашли то потому что черный был я всегда своим студентам коллегам на классах говорю внимательно смотреть вот какие-то темные места вот куда они идут в тепло или в холод если в тепло ищите тепло крапла коричневая ну что такое теплое до зеленовато там какое-то там красное все так либо в холод ультрамарин в цену что-то такое холодное вот и все все время ищите вот вот эти связи цветовые цветовые черный это не цвет может из-за этого вам и зарезали всю вашу работу потому что цвета нет как только вы начнете делить на тепло и холод в тенях тоже это будет результат уверяю вас попробуйте холст и масло спрашивает вячеслав у меня шикарно получается передать плохую погоду попадая в тон и цвет а солнечную погоду не могу передать особенно пленэр все разваливается из-за контраста излишнего как смягчить контраст я люблю контрастные картины не знаю чего его смягчать это же широкий диапазон но вот вы на рояле играете представляете купили например инструмент в котором 66 стали клавиш и 88 есть где развернуться или я не знаю живете например какой-то коптерки в дворницкой ну да есть все тепло есть кухню там все и туалет но мало места например нельзя даже руки раскинуть уже стена так и здесь вам есть где развернуться я имею ввиду контраст от самого светлого и поехали до самого темного сколько возможностей но хорошо слабо контрастные картины писать довольно сложно но это интересно да получается я за за контраст за сильный контраст тем более солнечный день вы пишете да сразу смогут коровин у него же вот все на месте согласны что он говорил он говорил что он просто показывал ученикам брал там замес самый темный смотрите что вот в мать и вот сейчас вы смотрите на экран что самый тем да он там уже бабах темные сразу сразу на белом холсте прям тут-то пятно бум смотришь что что самое светлое ну там рубашка например да или там какой-то там пятно какой она холодный холодно положил его с запасом на туда и у тебя разворачивается вот этот вот диапазон дальше собирать и посередине что и что получается контрастно что ли нет получается каждый тон на своем месте и картина обретает но такую жизнь коровин говорил что пишите вот в полную силу от темного к светлому тогда он говорил это его слова тогда картина получается сочнее ну так и чего давайте придерживаться этого полного диапазона я за это маленький контраст придет если нужно но сначала пока вот идет какая-то такая настройка глаза да то лучше делать полный контраст я за вот это да и универс как раз пишет что о чем плохо контраст зачем они уже не эти пишите как видите да конечно это слова фешина не пишите как знаете а пишите как видите точно абсолютно согласен иван спрашивает рисовал березовый лес днем тона в узком диапазоне не пошла работа надо утемнять и усветлять самому все на картине то есть увеличивать диапазон нужно лет но опять как видите доверяйте глазу я не могу не видя работу и не виде мотив ну что там советовать вот смотри этот прием который я сейчас показал что самое темное вот там то пятно ну значит смотрите самое темное в вашем мотиве просто находите насколько она темная она вот сред средний серый темно-серый или черный определять заложили его если например средний серый заложили серый и от него идете в свет главное это все все разложить вот по своим секторам каждую тональную каждое тональное пятно и она все вылится в гармонию но тут еще тепло-холодность не забывайте потому что например вот здание там на свету или там что там взять ну короче говоря с небом иногда в тоне может быть одинаково какая-то часть там крыши там например но вот здесь кстати там нету сейчас попадание но бывает так что в тоне одинаково то есть теплая часть и холодная часть но вот мое лицо хорошо ладут она теплая она где-то в тоне наверняка такой же как это море но она работает за счет того что она тепло а то холоднее вот и все так что их авто не может быть одинаково если вот в черно-белый сейчас перевести все вы увидите что есть попадание ну там или сюда я сейчас плотно здесь мне не видно но примерно вот этот вот эта часть пациент и наверное одного тона но тепло-холодность в этом смысле выиграет вам в помощь потому что разное но сразу контраст возникает сразу почувствовать что это работает как вот это вот светлое пятно она работает к холоду у или вопрос какой лак порекомендуете чтобы не слишком глянцевой ну так матовые лаки продаются в художнических магазинах я поскольку не покрываю картину лаком поэтому и не рекомендую но когда-то покрывал пихтовым а сейчас столько матовых лаков что лучше спросить у менеджера магазина я думаю больше знают либо я вот здесь не компетентен не покрываю но думаю что матовый лак подойдет объединит все если что там прожухло по моему даже можно и акриловым матовым лаком покрывать но здесь лучше проконсультироваться с реставраторами может или где-нибудь наберите в поисковике но просто я вот технически в этом смысле не очень подкован не покрываю алена пишет слова спасибо вам а как понимать одноплановость в работе но один план на плановость в работе очень красиво вот недавно были значит на острове гарды дворик великолепный ну все но пространство нет мне всегда красиво гранат там и стена фрагмент кто любит писать фрагменты это даже очень хорошо но вот вспомните картину там климта например пейзажную какой-то лесом но вот один план лес 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 деревья деревьев один план ничего больше и 1 . пум какая-то там в эти в этом лесу небо сразу прочит сразу понимаю что это пространство то есть одна точка холодная решает проблемы пространства но сразу два плана возникает даже из одной маленькой точечки так что но это же интереснее мы же пишем с вами всегда пишем пространство мы пишем свет и пространство то есть в этой двухмерности высота и ширина мы пишем объем туда окно в реальности в новую в объем в жизнь как в телевизор все равно смотришь поэтому важно учитывать на мой взгляд при выборе сюжета ну если это не фрагмент возможность показать пространство любыми средствами ну стать так скомпоновать так сюжет чтобы чтобы было пространство ну там небо чтобы был где-то там кусочек хотя море и так далее ну даль еще есть илья да вот добавляет вопрос спрашивает почему не покрываете лаком разные пигменты по-разному блестят почему не покрываю почему не покрываю лаком да ничего мне не по-разному блестят я использую тянущий грунт мне это совершенно удовлетворяет и поскольку он втягивает льняное масло из краски то все постепенно втягивается и все равномерно вот еще смотрю равномерно почти матово блестит но кстати да можно и покрыть если что-то прям сильно прожухла провалилась или наоборот блестит но да ну опять же нужно чтобы полгода там прошло как минимум до потом покрыть хорошо я мне реставраторы советуют покрывать потому что с этим связано но долговечность работ это правильно покрывать поэтому наверное вы правы буду об этом думать и какие-то работы которые уже больше полугода можно взять и скопом прям промусолить будет хорошо мокрые немножко да иван но дополнять что спасибо что понял в узком диапазоне выручил тепло холодность да 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 добрый вечер здрасте мой маленький орхидейный канал мой маленький здрасте давно хотел спросить как когда вы вводите фиолетовый или синий цвет слава богу да ваших картинах я почти всегда вижу синий это красиво и поэтому не понимаю в каких что в каких фиолетовый не понимаю в каких могут когда выводить фиолетовый хорошо бы никогда не надо будет фиолетовый или синий цвет мне как-то боток вы бросить что ли твою фиолетовую краску не давать тебе краску добавляешься в каких именно случаев контражуре в тенях или когда хотите то никогда лучше не добавляет нету в природе фиолетово все очень сдержанно ну где вы видели его фиолетовый где когда ну хорошо сирень да все равно не фиолетовый что-то такое между синим ультрамарином плюс краплаком такое получается здесь ну в природе прям ярко фиолетового нет конечно в небе вы скажете есть фиолетовый есть но ирисы бывают ирисы до бывают да но очень сдержанно все равно так как же это как с этим справиться но я люблю безусловно вообще красивая краска безусловно но есть такой элемент такой вкусовщины когда ее слишком много прям слишком надо как-то себя в этом смысле сдерживать ирисы да на природе в садике надо посмотреть среду в которой они находятся вместе с зеленью как они насколько они фиолетово насколько они в тоне верны поэтому нужно щуриться чтобы сравнивать массу этих ирисов и массу зелени в которой они находятся что темнее что светлее бывает так что они одного тона и опять за счет тепло холодности разного цвета не работают это очень красиво но одним словом вот этот метод когда мы щуримся сравнение почему нужно щуриться потому что меньше на сетчатка попадает света и мы видим более точно тональные связи я за то что тон вот это прям железно было в тоне все выстраивать тогда тогда будет к все классно у нас мы сколько в эфире 34 минуты вот добавляет про этот же вопрос да что я имею ввиду сдержанные сдержанные до сдержанные видимо цвета ну когда уместно вот вот ирисы например уместно закат до немножко бывает окрашены фиолетовым это самое небеса смотри смотреть на сколько опять в сравнении вы знаете момент какой очень важно не вперваться в этот фиолетовый цвет ну или в другой любой а вы его например хорошо увидели фиолетовое облачко да так его нужно взять вы начинаете сразу лихорадочно месить помощнее фиолетовый да но нужно смотреть смотрите как я смотрю мне нужно взять фиолетовый облако я смотрю его сразу в сравнении там с близким с чем-то фиолетоватым если есть в мотиве либо с близким синеватым красноватым и я сразу замечают два отношения той 3 коровин говорил что очень сложно взять два верных тона еще и цвета три еще сложнее а нам нужно удерживать всю картину целиком во внимание сложно но когда вы замешиваете смотрите сразу прям тык 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 вниманием взмахи внимание на этот фиолетовый на соседней что куда-то еще и сразу нужно сравнивать и в тоне и в цвете ну сложная задача но тренируется ничего ну вот тут пишет что вы вместо зелени пишите эти синие тона то есть это тот же человек ну не всегда а потом но это же творческое решение не всегда пишу и зелень глянуть вон там вон там ведь и зелень торчит это уже вернее очень даже зелень нормально но каждая работа это юж нужно писать по-другому поэтому не то что я всегда синие я могу еще какие-то я не знаю красноватые капут мортовские такие вот оттенки и брать но это зависит от чистоты кисточки какая чистая кисточка есть замешал пойдет для меня просто новый какой-то замес и через него решаю зацепиться главное зацепиться за то он этот зеленый мог быть или и не зеленая кстати дело там 4 по моему эскиза прежде чем написал я искал вот эти отношения маленький так что и через зелень можно не не проблема просто вот опять же курсы я часто выпускаю и последнее задание 5 творческое решение вот у тебя творческое решение попробуй ты реши не буквально а в тоне ты видишь а решить через какой-то другой цвет близкий возможно а может не очень близки но вспомните сорно у него не было зеленой краски вообще не было черная белая охра и красная аж холодный не был решал ведь посмотреть картины какие и зелень там есть прочитывается потому что охра плюс черная сразу начинает работать опять добавлять что если был микрофон вообще ваши картины пронизаны фиолетово-синий нежные как типа туман вы можете и розовый туман и это великолепно спасибо большое за такие теплые слова еще вопрос ну если за вячеслав в пейзаже можно передний и задний план писать приблизительно по деталям а средний уточнять не будет ли дисгармонии по деталям как это по деталям задний план подел можно передний задний план писать приблизительно приблизительно на все писать приблизительно и живопись на мой взгляд это жертва то есть ты можешь сначала писать все в деталях без детали ну неважно как как пишется а потом вы так раз смотрите на свое произведение дути а вот может быть я слишком много тут всего по на рассказал зачем ну зачем просто кадр может быть настолько перегруженным что зритель просто завязнет в этих деталях и чтобы этого не произошло желательно от чего-то отказываться вот посмотрите вот там пейзаж зелен там задняя гора холодная там нет ничего да она была зеленая кстати но она в тоне взята так и никаких там деревьев нет но то что там ничего нет заставляет работать эту оранжевую полосу деревья которые как в которых есть и даже передний план он очень скупо ну как бы по деталям средний план вот деревья оранжевые там вот это маковое пятно находится она находится в середине и она и есть центр композиции то есть передний план это как вход вход что такое вход вход но входишь ты куда мы входим домой здесь прихожая потом какая-то комнатка а потом уже но это самый стол с водкой и с едой мы кстати не ели уже давно вот потом не сразу хотя в некоторых случаях помнишь володю якулеву володю яковлеву наверняка знаете как же его семинар назывался долголетие чего-то активное долголетие да меня приглашали один или два раза был что вы думаете он делал представьте 500 человек до собрались первое знакомство выходят девочки с подносами и на них это было утро до утра 100 грамм водочки 100 грамм водочки каждому махнули ха ха сразу все стали быстро друзьями то есть можно в принципе к чему это все говорю а к тому что ты проход картину говорит карте не будет ли дисгармонии да вот ваш не в карте на 100 грамм или с кстати это очень может раскрепостить и живопись пойдет лучше но но это редко бывает это володя яковлев придумал конечно очень крепко сразу так но мы когда на классах вот сейчас последний последнее время встречаемся мы идем сразу в ресторан сидим там кушаем даже бывают выпиваем вина из но чтобы сразу возникают теплая атмосфера это хороший очень прием и кстати до гости к тебе приходит сразу раз можно приподнести чашечку чашечку мама ко мне приезжает сразу немножечко и сразу все расслаблено так что это вход в картину он оправдан так что вход в картину потом главное действие что-то там происходит на сцене кто-то на стол на столе танцует да а потом уже значит что там ночь утро и опохмелье так еще что-то на светлана артемьева спрашивает как видеть тона в пленэре в пленэре работах как-то плохо вижу тон в природе все видится одним двумя тремя тонами и в цвете как-то все одинаково может вначале писать гризайль а потом повторить в цвете но хорошее решение прекрасное но помните есть статья крымова так крымова он читал лекцию но это был сто лет назад значит в академии она у меня есть эта статья если вы подпишитесь на мой телеграм-канал то я ее выложу только вы там напишите мне напомните чтобы выложу крымова атони он что он все время вот я думаю так же путался кстати недавно я видел крымовой работы где же мы были мы были в армении прекрасный музей прекрасный музей значит так так вот крымов искал некую константу которая бы ему помогла видеть тон и он нашел пламя свечи которые всегда одной и той же яркости вечером днем при солнце одной яркости кстати если сквозь пламя свечи лучом света солнце например светит то пламя свечи не отбрасывает тени интересный такой момент сюжет для размышлений ну так вот он нашел пламя свечи друзья но он прикуривала сигаретку цигарку выхопа заметил что о его эврика осенила как эйнштейна друзья у нас же с вами есть великолепное пламя свечи всегда телефон всегда одной и той же яркости настроены ну так вот смотрите на него просто выдвинуть перед собой и там я не знаю на небо вот у вас диапазон яркость вы всегда можете с этим эталоном сравнить какая яркость у неба или у какого-то там другого тона но по крайней мере зацепиться за что-то светлое в мотиве в сравнении с телефоном второй момент грязали вы сказали писать ну да пишите грязали это всегда хорошо либо ограниченные палитры чтобы приучить себя видеть тон но тут есть одно но то о чем вот и до этого говорил что лицо например может быть так таким же в тоне как я не знаю какой-то кусок там холодный и что вы будете одного тона класть а цвет то разный он работает учтите это второй момент но снимите вы мотив этот на телефон переведите в чб посмотрите вы даже еще не будете не успеете перевести в чб в черно-белый потому что вы уже здесь в маленьком формате увидите то что вы не видите в природе и он может стать подспорьем кстати не только для того чтобы в тоне разобраться но и в том что построить перспективу например на него раз построили и пишите это не значит что в перец и с него потом списывать нет но он может помочь вот этот парики друг нам построить мотив и разобраться по не давайте мы нам нужно закончим сколько последний вопрос ты пропасть талант если сложно писать пока мир воюет ничего себе вы знаете алена я не помню времени за 2000 лет пять тысяч войн война пред продолжается всегда вот просто всегда это природа человека воевать вот вот моё а это вот вот почему она его это моё я хочу с этим я не знаю когда человек расстанется факт понимание того что она продолжается действительно всегда в африке где-то всегда гибнут люди просто этого не замечают потому что на цели это близко люди убивают такова природа несовершенны поэтому давайте помня о нашей природе в смысле подобие божественности помня о божественности помня об этом ну наверное это откроет большие возможности не не впадать в адресию а найти в себе в себе мир найти то есть не осуждение я все время об этом так ну иногда говорю что недавно какой-то вопрос и я сказал что зрелый человек не осуждает вот найти это ведь война начинается на уровне соседа которые не знают нагадил у тебя там где-то там на лужайке на твоей ну вот как ты реагируешь наверно это такая сложная задача для каждого из нас чтобы нам по крайней мере если нет такой возможности прямо совсем плохо но пусть этот мир будет в рамках нашей квартиры в рамках общения с близкими с детьми в америке не говорят что мы воспитываем детей мы растим детей ну давайте растить самих себя из добра светлого в рамках